Было бы великолепно, если я смог бы делать видео, live feed одновременно, пока я вожу машину. Ну, разве это невозможно? Но хотел показать вам вид, уеду из старого квартала, где живут пожилые люди во Флориде, 55 с плюсом, можно здесь жить и купить. И эти маленькие, ну, трейлеры, но это примерно, ну, обычно или две, или три спални, и, ну, обычно две вани, там туалеты, два туалета в нем. Как это будет? 1200 квадратных футов, которые являются одна треть этого, 45, можно сказать, квадратных метров. Я должен это сделать на калькуляторе, чтобы знать. Ну, эти старые люди здесь живут, ну, довольно скромные, довольно удобно. Там есть бассейн, там есть место плавать, два-три места, там есть место, где игра игры, как забыл, бачи, какой-нибудь игра, тоже есть другая, забыл название. Там есть клубхаус, это место отдыха, где встречаются, митинг-рум, и вот такие. Иногда там есть безопасность, так как там двери, заборы работают, и это неплохо. Но требует довольно много денег, можно купить там дом такой, этот маленький, стоит, скажем, 100 тысяч. Самый лучший, 100 тысяч, 120. Есть некоторые там внутри, где уже строили дома, вместо этого, в двух местах. Но самая большая проблема, это тогда, когда эти ужасные люди, которые контролируют это место, Скажем, что там тысяча домов, и это разве там тысяча домов, и эти места, там каждый, значит, купишь себе этот маленький, Называется у нас, как это, manufactured home, значит, дом, который строен на другом месте, И тогда они, ну, загрузят его туда, и арендуешь там место, где можно ставить ваш собственный дом маленький. Называется у нас manufactured home. А сейчас это очень популярно делать, эти маленькие дома, называется tiny home. Но это не tiny home, это разве обычно довольно, ну, подобное, ну, как говорит, там есть достаточно места для всех там. И это интересно там просто жить таким образом. Но дело в том, что если купишь такой дом, и платил свой, скажем, 80, хотя бы, 80 тысяч долларов за это, Это только машина, это не дом. Разве это так? А если это не дом, тогда надо арендовать место, или иметь собственную, ну, собственная земля где-то, Которую можно купить на, скажем, 20-30 тысяч. Значит, можно купить, ну, место поставить, но обычно они заставляют вас делать это, ну, в маленьких городах, Ни в большом городе разве это часто не бывает. Можно, нельзя поставить такой дом. Там они требуют, чтобы строили такой дом. Только в таких местах, там есть трейлер парк, или там есть место, где можно ставить эти, Называются или трейлеры, или manufactured homes. И manufactured home это даже другое дело, потому что имеется в виду, что это не на колосах. Когда возят, они делают, интересно, как это, может быть, все это уже знают, и не надо, Но просто хотел объяснить, сколько это стоит. И стоит 80, от 80 тысяч до 100 тысяч, и тогда место жить можно поставить в любом месте, где можно. Но, если в таком месте, где старые живут, эти ужасные люди там берут каждый месяц от каждого по 1100 каждый месяц за место. И, как это, если там, в этом парке разве, там есть, скажем, 900 или 1000, не помню точно, Но это, ну, может быть, скажем 1000, потому что это очень легко умножить. А если 1000 домов, и 1000 каждый месяц, это миллион долларов каждый месяц кто-то зарабатывает за это. И они строили это место уже в 70-х годах. Значит, это место уже было там 50 лет, скажем. 50 лет это огромные деньги. Они сделали. А я хочу инвесторы, которые хотят строить такое место, но получше. Это неплохо, но это не стоит. Ну, это... Все сумасшедшие платят такие деньги за это. Но сейчас они не имеют никакого выбора, потому что уже поставлено. Нельзя вытащить эти трейлеры оттуда. Иногда можно вложить новые туда, но кто хочет платить 1000? За что? Что получается этого? Правила играть там в игры? Безопасность там нету. Никто не там стоит. Никто... Как это? Пограничники? Или как это? Охранники. Охранники там не бывают. Нету. Они всегда... Эти ужасные женщины, которые там работают в офисе, всегда думают, что они самые важные. И вот такие... Вот такие дела у старых или пожилых во Флориде. Это просто... Я надеюсь, что это вам интересно было. Но вот как люди должны жить во Флориде. Есть у нас красивые места, которые я только что показал по дороге. Там есть даже старые люди, которые ходят каждое утро на мосту. А там красивые места, разве? Можно есть и... Но скажем, что не платил все... И не платил наличные за... За... Мануфакчурд хом. За домик. Не платил наличные. Надо платить наличные или это совсем не работает. Тогда должен платить... Скажем, если обычно, когда сделаешь, ну, скажем, 10 лет, скажем, 15, даже 20 или 30 разрешается купить такой дом. И это интерес будет, скажем, от 8 до 12 процентов, скажем, 10 процентов ежегодно. И тогда должен тоже умножать. Но я знаю довольно много людей в таких парках, которые платят... Платят... Сколько денег это будет? 800... От 800 до 1000 долларов они платят каждый месяц за, собственно... Ну, чтобы купить этот мануфакчурд хом или трейлер. А тоже... Тысячу долларов каждый... Значит, две тысячи вместе. А можно... Я был в доме кого-то во время уикенда продал диван такой. И мы вместе, ну, как это, выгрозили это слово, не знаю. Я сделал доставку для него в грузовике. И мы вытащили этот диван из этого. И у него дом довольно красивый. У него новый дом. Но он взял на аренду. Спросил, сколько стоило бы такой дом трехкомнатный. Тысячу пятьсот квадратных, тысячу шестьсот примерно. С гаражом довольно большой. Здесь, во Флориде, трудно ставить мой грузовик таких в гараж. Потому что грузовик слишком большой. Но надо иметь очень большой гараж. А такой дом, это стоит, чтобы купить, триста семьсот, скажем, три... Щит! Нельзя... Три... Щит! Триста семьдесят тысяч, говорю. Просто не могу умножить сегодня. Не знаю, что... Или говорить по-русски. Просто очень трудно мне. Можно купить. А такой дом, он платит тысячу восемьсот каждый месяц. Меньше, чем этих трейлеров. И он на аренду. Все на аренду. Разница такая. Эти старые люди, им принадлежит этот маленький домик. У него нет. Но если он хотел... Ну, я поговорил с ним насчет... Как он может купить новый дом. И если он имеет от десяти до двадцати процента, это триста шестьдесят, триста семьдесят пять, где-то в этом районе. Если у него был... Обычно самый лучший вариант это двадцать процентов, скажем. Значит, у него должен быть семьдесят тысяч, скажем. И если у него семьдесят тысяч, остается там триста тысяч. И это триста тысяч можно через тридцать лет платить. И получить самый хороший, ну, экземпляр в Америке. Это как всех делают. Все делают такие. Все купят таким образом. Десять или двадцать процентов. Девять или... Скажем, от шести до десяти процента зависит от уровня кредита. И, значит, платишь от... Для такого же дома, как он платил тысячу восемьсот, платил бы, ну, две тысячи в месяце. Примерно, скажем. Со семьдесят тысяч. Дело в том, что у многих нету семьдесят тысяч. Сначала есть программы, которые государство делает. И наш Хэрис сказал, что хотел давать пятьдесят тысяч каждому, чтобы они могли купить новый дом. И... Как это политика? Я даю вам деньги. Вот, я хочу собирать голосы. Как это делается? Ну, мы раздаем государственные деньги вам. И мы получаем выборы. Не знаю, если подходит. Но я надеюсь, что вам это было интересно. Слушать об этом. Не знаю. Или если вы находитесь здесь, в Америке, и хочешь купить дом таким образом, я могу обсудить это с вами. Потому что всегда надо уточнить от того, что, ну, каждый имеет... Каждый по-другому делается. Особенно с кредитом. А если приехал сюда, и нету кредита, тоже есть такие программы. Но обычно это на аренду. Это как наши богатые, ну, держат их богатство, они купят такие дома и арендуют другим. Вот как это получается, быть богатым. Ну, это трудно, потому что должен купить такие дома. Но я иногда удивлен, сколько денег у всех, или такой кредит, который очень хороший, который дают. Если первый раз делается, второй, это не трудно. Но первый раз должен держать эти деньги и делать это все, чтобы это получилось. Ну, я надеюсь, что всем это было интересно. Сделаю еще рекламу маленькую, если досмотрел до конца. Сегодня это на Дэм Радио в 4 часа по Мизури Тайм, по 5 часов, ну, вечера, скажем, по Флоридскому. Ну, и, значит, 12 часов ночью по московскому. Но еще по-русски буду делать в офисе какой-нибудь новости. Хотел поболтать немножко о Хересе, об Украине еще раз, потому что довольно много интересного случилось во время уикенда. Я ничего не сделал во время уикенда. А вчера была, ну, процедура для меня в госпитале. Был в госпитале вчера, почти целый день ничего не делал. И только хотел спать вчера. Ничего не делал, даже не заметил. Три дня быстренько. Быстренько прошел и интересно. Но это все не на сегодня, потому что еще два раза буду сделать лайвстрим в час дня по-русски. Лайвстрим буду, это час дня по-флоридскому, значит, по 8 часов, это 8 часов по московскому. Спасибо большое и до встречи. Меня зовут Сэмюл Трэп, я ваш русскоговорящий американец. Спасибо.